Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы поняли, сегодняшнее видео опять будет про еду, но это видео немножко будет отличаться от предыдущих. Сегодня я с вами буду общаться, отвечать на интересные вам вопросы. Я заметила, что за последнее время у меня появилось очень много новых зрителей, и им интересно узнать, как меня зовут, сколько мне лет, где я живу, как я начала заниматься ютубом и так далее. В общем, эту гору сладкой ваты нам с вами предстоит съесть. Меня даже не видно за этой горой, но я думаю, что я ее съем прям всю, потому что я очень люблю сладкую вату. Прям обожаю. Моя слабость. Обязательно пишите в комментариях, если вы тоже любите сладкую вату. Ой, я только что вот задала вам вопросы. Я надеюсь, что вы успели мне их позадавать. Итак, первый вопрос, с которого я бы хотела начать, это сколько мне лет, где я живу и как меня зовут. Мое полное имя Айнур. В сокращении это Айка, поэтому я такой ник. Почему Айка Эмили, я могу объяснить. Когда я начинала свой канал, я училась в универе. Я не хотела, чтобы мои одноклубники знали, что у меня есть канал. Вернее, они догадывались, просто не могли меня найти. Айка боялась, что они будут надо мной издеваться, поэтому придумала. Но сейчас, если честно, я не представляю своей жизни без моего Ника. Это просто часть меня. Как вкусно. Сколько мне лет? Мне 20 с хвостиком. В каком городе я живу? Я живу в городе Баку. Страна называется Азербайджан. В Ютуб я пришла, можно сказать, год назад. Чуть больше. В начале я снимала влоги. Собственно говоря, видео про еду я начала снимать сравнительно недавно. Но эти видео самые популярные на моем канале. Несмотря на это, я знаю, что есть куча зрителей, которые любят мои влоги. Поэтому я, как говорила, хочу создать и влоговый канал. Но эти видео уже будут не на этом канале. Пальцы такие липкие сразу стали. Я сейчас буду отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Если вы хотите, чтобы ваши вопросы также прозвучали в следующем видео. Здесь значит вопрос, кто я по национальности. Многие ошибочно предполагают, что я азербайджанка. Но на самом деле я лесгинка. Ну, я говорю на азербайджанском языке, работаю на азербайджанском языке. Еще такой интересный факт обо мне. Это то, что я знаю 4 языка. В совершенстве. Поэтому люди, которые пишут мне, что я на русском языке говорю с акцентом, вы должны учитывать тот момент, что я не русская и не живу в России. Далее значит. Одна девочка пишет, у меня нет вопросов, но знай, ты самая лучшая, не обращай внимания на хейт. Спасибо большое, мне это очень приятно. Как училась в школе, были ли проблемы? Я не могу сказать, что я была отличницей. Отличницей я никогда не была, я всегда была хорошисткой. в пятом классе у меня была одна четверка. Это был мой рекорд. И четверка у меня была по русскому языку. Математику я всегда хорошо знала. Вот если вы не любите школу, вы меня поймете. Я тоже не любила школу, когда учителя говорили, ой, вы так будете скучать по школьным временам. Вообще. Никогда не скучала. И не думаю, что когда-то будут скучать. Я рада, что школьные годы закончились. В начале видео за ватой не было видно меня. Сейчас мы вполне с вами общаемся. Здесь очень много вопросов касательно личной жизни. Господи, липнет. Я стараюсь на них не отвечать. Как-то решилась открыть канал. Ну, на самом деле, для меня это был очень трудный шаг. В том плане, что я боялась, что все узнают. Мне было страшно, что меня все засмеют. Но я, если честно, за очень короткий срок набрала 100 подписчиков. Потом с каждым днем подписчики набирали все быстрее и быстрее. Сейчас у меня каждый день плюс 300 человек новых. Я считаю, что это реально успех. Как вкусно. Далее там был вопрос мой любимый фрукт. Я очень люблю ананас и очень люблю клубнику. А еще я очень люблю сладкую вату за ее вот этот классный цвет. Смогу ли я полностью засунуть в рот? Нет. Трудно немножко есть, потому что там все прилипает. Также я в комментариях видела вопросы касательно моего заработка. Я вам скажу так. Заработок значительно меньше, чем вы думаете. плюс я плачу налоги. Я плачу 18% транзитным банкам. Я плачу партнерки, поэтому когда все это вычитываешь, тебе не остается... Тебе остается очень мало. Мне кто-то не писал. Про меня кто-то суп. То есть многие ошибочно предполагают, что я зарабатываю, не знаю, тысячу долларов, две тысячи долларов с канала. Тогда получаются блогеры-миллионники, а не миллионеры. Но как вы видите, это не так. Все намного сложнее, чем кажется. Я когда создавала свой канал, я думала, что такое... что такое... что такое... что такое... я не могу...